В четверг первой половине дня мэр города Фомичев совершил инспекционную поездку по двум самым крупным стройкам города. Да-да-да, мы не ошиблись. Идет действительно крупное строительство. Вначале он побывал на первой очереди комплекса очистных сооружений. Там идет обновление оборудования, чтобы повысить надежность этой части комплекса. Мы в данном моменте находимся на ГКНС, городская насосная канализационная станция, которая производит первичную очистку, грубой очистки стоков, приходящей из города. После чего стоки направляются на коз для дальнейшей очистки. Здесь новое оборудование стоит, которое поможет на случай отключения электроэнергии даже работать, да? Так, у нас в данный момент стоит маленький генератор, а для этого у нас сейчас будет монтироваться новый генератор мощностью 30 кВт, для того, чтобы насосы в случае отключения электроэнергии успевали откачивать стоки и отправлять на коз. У нас здесь есть емкость, собираются, проходят первичную очистку, после чего отправляются туда. Там проходят уже вторую очистку. Затем мы прошли по основному комплексу очистных сооружений. И если вы, скажем, были здесь летом, то вы не узнаете коз. Строительство и переоборудование идет полным ходом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Все, что мы сделаем здесь, это больше восьми. Мы здесь объем завезли больше, и щебня, и грунта, то есть гораздо больше, чем на том, что делали. То есть вот эту всю площадку мы перепланировали. И мы стартанули? Везде основания есть. Ну, такой же, как я обозначал, значит, щебень, песок, бетон. Вот и все показали. И еще раз говорю, наша компания является поставщиком и песка, и щебня в нашей регионе. То есть все, у вас как бы замкнутый цикл, то есть фактически можете делать такие поля где угодно, где закажут для того и делают. Кстати, у нас сейчас заказы идут по Черниговской области, и сейчас я веду переговоры, ищу где-то, ну, по низким полям, вот, то есть вот по таким полям. То есть приезжали проектировщики, смотрели, и качество очень устроило, да, очень устроило. И вот я сейчас веду переговоры на выполнение работы. И, кстати, подрядчики у нас здесь, это известная компания, такая торговая марка, как Интератлетика, это лучшая компания в Украине на сегодняшний день. То есть они готовы с нами тоже сотрудничать именно в этом направлении, ну, в масштабах не только города, но и Украины. Мы стартанули, наверное, в апреле вообще с пустого места даже в документации, услышали о конкурсе, и начали готовиться, чтобы подать документацию, а для этого нужно было сделать проект, пройти экспертизу, пройти конкурсный отбор, получить финансирование, провести тендер, который шести попыток облдепартамент не смог сделать, и выполнить работу. Мы это за полгода все сделали. Полтора месяца только строительные работы. Мы выполняли работу, сейчас еще там две недели доводим до ума, а так за месяц мы сделали все. Почему так получается? Ну, наверное, потому что мотивации, чтобы что-то реализовалось для Славутики, было быстро сделано. И мы видим качество. Приятно же посмотреть. Видно, что это не кустарщина, не дилетантство. Люди одеты. Техника современная, качество отличное. Если поставщик материала прижалит, мы такого практически нигде не видели, ребята, мы хотим с вами работать. Это же о чем-то говорит. И мы непонятно кого выбираем, никак и шести попыток подрядчика на стадион выбрать не можем. У нас вот такое покрытие лежит в рулонах для большого стадиона. Лежит на базе, лежит уже больше года. Слава Богу, мы проконсультировались с поставщиками покрытия. Сохранится хотя бы. Да, сохранится, ничего страшного нет. Понятно, чем раньше, тем лучше. Но больших рисков в том, что до весны не достоит это покрытие в рулонах, нет. Оно будет храниться в рулонах, оно предусматривает эксплуатацию и в зимний период в том числе. Поэтому мы не рискуем. Но уже мог бы быть стадион год назад. Понятно. Ну то есть уже можно сейчас говорить, находясь здесь, что открытие этого мини-стадиона состоится значительно раньше, чем большого. К сожалению, да. К сожалению, да. Или сейчас сюда, потому что это делали мы, и мы можем показать, что... И гарантировать, и он отвечает головой. Конечно. Конечно. И мы знаем, где его найти. Ну как, нас в обестройки впечатлили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!